Приветствую, уважаемые сим-рейсеры, меня зовут Сони, и, наверное, это первое мое видео по игре RaceRoom Racing Experience, которое, если честно, очень сильно меня как-то зацепило своей физической моделью, своим звуковым сопровождением. Вот благодаря этому я испытываю какое-то такое серьезное наслаждение, так сказать, кайф реально от управления некоторых тачек. Господа, я решил сегодня попробовать таки воспользоваться системой SimRacing System, которая организовывает различные онлайн-ивенты, онлайн-заезды между людьми. Собственно говоря, что эта штука делает? Она добавляет в игры, где отсутствуют какие-либо рейтинговые системы. Рейтинговые системы, плюс организовывает людей, как-то там вроде бы подбирает их по уровню пилотажа плюс-минус, и плюс, я так понимаю, здесь плюс-минус одинаковые люди участвуют, поэтому создается такая атмосфера, и заезды более интересными. Я ни разу этим не пользовался, но слышал об этой штуке, сами, кстати, дмин или я не знаю, короче, товарищи, которые задевают SimRacing System, писали мне, это иностранная какая-то, я так понимаю, иностранный сервис, ну и попробуем сейчас покататься на RaceRoom Racing Experience. Значит так, гонка у нас начнется через 4 минуты, едем мы в классе GT3, я еду на McLaren 650S GT3, что примечательно, вот на таком вот штурвале, это как раз штурвал от McLaren 650S GT3, поэтому для меня лично немножко будет такого антуража. Трек у нас Algarve, интересный довольно-таки автодром, я с ним знаком по игре Project Cars 2, когда-то я там вроде бы страдал на ламбе, на нем, ну и плюс-минус ознакомился. Трек интересный, у него очень интересная связка поворотов, в частности, вот после этой прямой идет шпилька, и вот этот вот поворот раз идет с перепадом высоты небольшим, и, кажется, вот этот вот поворот два, здесь тоже будет перепад высоты, и я помню, что катался тут в бесплатном контенте, по-моему, GTR 1, группа 1, в тачках, и я офигел, впервые тогда с RaceRoom Racing Experience, когда на торможении, на перепаде высоты, меняется нагрузка на оси, то есть переносится центр тяжести конкретно, и машину разворачивает, и плюс, когда ее начинает разворачивать, я офигел, как можно ее контролировать и балансировать, используя газ, работая газом. В общем-то, это были первые впечатления, которые уже тогда, ну, меня заставили задуматься, а ничего ли такая игра, на самом деле, и, учитывая, что я катался, пока что для меня это просто лютый топ, номер один среди всех симуляторов. Ну, а тут каждому свое, как говорится. В общем-то, ребятки, жду три минуты, а вот, please wait, уже появилась какая-то кнопка, по идее, здесь потом должно будет высветиться Join Race, и как-то должна стартануть игра, ну, и что-то как-то мы дальше должны ехать. Уже зарегистрировалось 13 человек, а, как видим, тут только лишь один я из Украины, и из России никого нет, в общем-то, из страны СНГ я никого не вижу, ни из Беларуси, ни из России, ничего такого. Так, опа, все, мы можем уже, можем уже, я так понимаю, присоединяться к игре, и как дальше будет происходить гонка, я без понятия, ребят. Я надеюсь, что будет возможность тут хоть попрактиковаться, что ли, 14 человек уже, может, сейчас накануне как раз лобби будет забито. Какая-то квалификация и длительность гонки нифига не понятно. Но попробуем, ребят, первый опыт, у меня нулевой рейтинг, пока что, единственный пилот, и тут в основном все рейтинги высокие, но были люди, вот, 60 рейтинг, как видел я, вот, 72, причем точка и 100 500. Итак, давайте посмотрим инфосессию. Практика 2 минуты и длительность гонки 20 минут, как-то так. Не вижу, чтобы здесь была квалификация какая-то, но, может быть, она, ну, появится все-таки. Ну, короче, я сейчас хоть чуть-чуть попрактикуюсь, вкачусь в тачку. Все ровно. Опять же, я еще не обратил внимания, как там у нас обязательен ли питлейн. Так, ограничения. Блин, на какой... А, все, с ограничением разобрался. Короче, ребят, сейчас по ходу гонки будем разбираться. Для начала у нас такая небольшая практика. А легкий вкат. Итак, практика закончилась. Я проехал фактически один круг. Ни хера не понял. Вката 0, подготовки 0. Кстати, ливрея у меня. Фанатек, все дела, подиум. Ага, прикольно. Так, далее что? Сессион инфо. А, квалификация. О, 10 минут квалификации. Отлично, я сейчас на квалификации могу чуть лучше привыкнуть к тачке. На стоковых настройках еду. Я, ребят, не разобрался с настройками в этой игре. К сожалению. Ну, то такое. Ладно. Попробую за 10 минут сейчас понять автомобиль и трек. Я, в принципе, на Маклара не уже гонял. Он немножко более избыточен по управляемости, чем Порше. Тем и хорошо. Поэтому, собственно, и выбрал его под этот трек. Ну, ладно. Девять с половиной минут у меня есть времени привыкнуть к этому безобразию. В общем, покатался я. Я сейчас по ходу дела еще вкатываюсь. И пока что я на шестой позиции. Не так уж и плохо на самом-то деле. Я думал, что будет результат похуже, честно говоря. Трек довольно-таки прикольный. Машинка, в принципе, отлично в стоке едет на нем. Поэтому я реально думал, что я сейчас совсем плохо поеду. Ну, я реально мог бы и побыстрее. Если бы я подскатился, кружков 10 хотя бы, 10-15, то я мог бы и в тройку заехать. Потому что я вижу варианты, где я мог бы пилотаж подтянуть. Вот. Ну, ладно. Шестое место. Квалификация, так понимаю, уже подошла к концу. Я, наверное, вернусь уже в меню. В целом, я доволен на самом-то деле. Не знаю, ребят. Машина, кстати, Factory Traction, Factory ABS включен. Ведет себя очень адекватно. Видал я тут тачки посложнее. В группе 1 тачки здесь гораздо более такие сложнее. Перепады, высот стимы проблем нет. Ни на торможении, ни на разгоне. Макларен ведет себя просто замечательно. При этом я заметил, что у Porsche есть такая фишка, что когда ты тапку в пол прожимаешь, он в поворотах немножко выпрямляется. Есть у него такой момент. Но при этом он безумно стабилен. В то время Audi R8, она немножко нервозная. Это, кстати, круто. То есть все тачки какие-то по-разному свой характер показывают. Но Макларен здесь более чем умеренный автомобиль. На самом-то деле он был. То есть ни understeer, ни oversteer, никаких проблем не было. Просто идеально винчивался в повороты. При этом на перепадах высоты позволял на газ в пол. Гонять это круто. Так, где-то у нас спидстоп, карсетап. По топливу, ребят, я даже не знаю. 16 кругов. Но мы сколько там едем? Минута 45. Я думаю, что 50 литров это, наверное, избыток. На 20 минут так точно. Хотя подожди. Точно 20 минут же гонка. Вроде бы как 20 минут. Я сделаю поменьше, сделаю на 45 литров. Вот. Я думаю, что мне должно этого хватить. Ну, надеюсь. Сейф-сетап. Ок. Ок. Оп. Поехали. Я готов. Так, а еще... Старт автоматически проходит. Так, ну все, я готов. Давай, давай. Вон еще один McLaren. Что-то он совсем не стартанул. Мне пришлось убрать ногу с газа, и поэтому я потерял на старте. Совсем не едут ребята что-то. Воу! Кто-то там улетел в сторону. Интересно. Пока все чинно и чисто. Вот здесь немножко опасно. Я видел. Немножко внутри меня атаковали. Так, теперь под воздушным мешком. Где-то метко-то 100 метров. Я ее увижу хоть. Стрелочек не хватает, как есть в проджекарсе. Отлично. Я неплохо там... Размен позиции был. Я седьмой сейчас. То есть я даже все равно потерял, как бы там ни было. Как бы там ни было, я потерял... Сколько McLaren. Может быть, McLaren отлично подходит, кстати. Для этого трека. Потому что их реально много. У пацанов небольшой контакт был. Мы тут прям три McLaren так тесно идем. Попробую по внешней. Давай на первую. Воу! Опять контакт какой-то. Есть он там, есть он там. Много корректировок у меня. Ай! У нас тоже контакт случился. По идее, я его обошел или нет. Надеюсь. Вот здесь я тоже неправильно немножко сделал. Потерял на выходе. Сейчас после стрима McLaren будет контратаковать. Интересно, как тут рейтинг как-то от столкновения учитывается. Он меня в зад пихает. Зачем, братан? Объезжай. Итак, 100 метров ищу метку. Вот она. Что-то я сейчас на третьей передаче не пролез. Вот удивительно. Ничего, мы в это дело еще вкатимся. И покажем класс, так сказать. Чуть не потерял машину. Небольшой занос ушел. Это дало мне медленный выход. Притормозил. Но давай поравнялись. Не получается пока. Не буду рисковать. Второй McLaren реально не слазит. Сидит прямо на хвосте. Немножко нервирует меня. Вау. Блин, мне не хватает реально какого-то оповещения. Я какая машина хотя бы визуального. При этом здесь они очень медлительны во многих поворотах. Попробую сейчас отыграться. Если у меня получится, конечно. Здесь надо было газ сбрасывать. О, теперь я попал. Теперь я попал. У меня быстрее выход. И чувак может сейчас ворнинг получить. Идем колесо в колесо. Но впереди идущая машина, конечно же, отъехала. От вот этих наших разборок. Я занимаю внутреннюю траекторию. Чуть-чуть раньше торможу. Вторая передача. Получаю ворнинг. Ну что поделать. Я надеюсь, его там нет. Бля, он там был. Я не знаю, ребят. Надо как-то разобраться с... Офигеть. Срезал. С оповещением. Сука! Все. Приехали. С оповещением, потому что это реально проблема. Так, машина вроде бы не травмирована. Кажется, мне повезло. Так, смотрим, сзади вон пацаны летят. Но впереди идущих, естественно, я уже потерял. К сожалению. Ну вот, есть какая-то машина. Я иду сейчас восьмым. Попытаюсь нагнать, если получится. Трек Альгарвы для меня не коронный трек. Я не то, чтобы на нем прям офигеть и хорош. Но, тем не менее, видите, перепады высот довольно-таки опасные. В этом автосимуляторе. В принципе, на нем я и повелся. Так, вон там сзади уже что-то ауди или что это. Пытается сделать свое темное дельце. Супер стабильная машина какая-то. Нравится мне этот Макларен. Он, конечно, внутри очень броско смотрится. Так, теперь заходим, спускаем газ. Нажимаем. Там такой бугорок, как бы, если на нем идти на газ в пол. Может быть, конечно, есть какой-то секрет. Я просто его не распробовал. То слишком широко начинаешь выходить потом. На выходе. И за пределы трека вылетаешь. Так, хорошо. Борнинг. Медленновато пролазим. Что-то машинка чуть иначе ведет себя. В отличие от квалы. Чуть-чуть. Вот именно в первом повороте я ощущаю. Так, вот здесь опасно. Износ резины есть. Да, я его ощущаю. Он незначительный. Но теперь не позволяет машина на газ в пол там проходить. Я потерял там время. Ну, ребят, методом прот и ошибок. Можно научиться в этой езде. Надо немножко приспускать. А в квале я мог там на фулл тапку. Рано, видите, пытаюсь понижать. И она вот это вот пи-пи-пи делает. Сигнализирует, как бы. Чтобы не случилось блокировки, не позволяет. И очень хорошо. Среднемоторный McLaren, конечно, реально позволяет ввинчиваться в повороты. Если правильно вести себя. Потрясающая тачка. Очень подходит для этого трека. Недаром их довольно-таки немало здесь, я смотрю. Хотя McLaren я смотрю в GT3, но не то, чтобы офигеть, как часто люди выбирают. Что-то я совсем под Апексом иду. Но вылетаю на газ в пол. Не получается у меня догнать M-Pages совершенно, к сожалению. Едет он стабильно. Каждый в своем темпе. О, сейчас на третий залез. Отлично. Немножко позднее торможение. Вот здесь я приспущу, пожалуй, газ. Незначительная работа газа, но все отлично. Очень далеко он. Две секунды. А тут как будто подъезжаю. Вечно такая иллюзия создается в медленных поворотах. Синий опасный поребрик. Оп, немножко снос. В смысле, занос даже скорее. Так, время. 11 минут до конца гонки у нас. Непривычно здесь немножко ехать. Знаете, даже про джекарса. Когда резина работает как надо. Так, что-то я к нему подъехал за этот круг неплохо. Надо попробовать собраться. Шанс, в принципе, есть. Я пока не в зоне атаки, естественно. Но немножко приблизился. Так, еще пару кругов. Может, что-то и получится. Значит так, у нас практически середина гонки. 100 метров. Ох, что-то я разогнался сильно. Ворнинг. Получаю ворнинг. Так, тут какая-то машина, что-то здесь случилось. Если вы представляете, с этой шпильки этот McLaren позволяет на газ в пол вылетать. А здесь немножко, да, надо работать. Аэродинамика прекрасная. Резина работает замечательно. Газ в пол опять же. Понятно, что машина, я так понимаю, на factory трекшене, на заводских настройках. Здесь можно режимы перекачать. Я этим пока не пользуюсь, еще не разобрался. Ох, опасно было. Так может размотать машину. Вот именно баланс веса, это огромный плюс физической модели RaceRoom Racing. Я занимаю внутреннюю позицию. Он мог, кстати, меня не видеть тут. Теперь я его не вижу. Я его прошел. Он почему-то отстал резко. Не знаю, что случилось с этим McLaren. Он резко отстал. Либо пропустил меня. Я не знаю, зачем он это сделал. Вот сейчас я ворнинг получаю. Могу и штраф схлопотать. Передняя левая. Ну так, по виду, буквально чуть-чуть изложено. Но поведение, конечно, по чуть-чуть начинает меняться у автомобиля. Так, дальше у меня 6,5 секунд до 6-го места. И это, наверное, нереальная цифра. Нельзя допускать мне больше сокращений. Стараться, по крайней мере. Газ в пол. Я просто в шоке. А тут заигрываем с газом рулем. 8, практически 9 минут нам еще держаться. Ребята, кстати, вот эти вот теряют. Я смотрю на таких медленных поворотах. На скоростных плюс-минус. На медленных они как-то совсем. Я уже не настолько агрессивно веду себя. 5,6 секунд. Хм, это интересно. Вот это интересная перспектива. Открывается. Боребрики как надо работают. Да, машину чуть трусят. Но при этом никуда не колбасит. Это камень в огород, сами понимаете. Куда там, где у нас чемпионат. О, отлично. На фулл тапку. 5,7 впереди у нас прибыл. Едем дальше. Здесь можно было бы наручить и быстрее. Я уже просто немножко, знаете ли, в аккуратной, стабильной стараюсь. Припозднился. Да, вон уже в зоне видимости даже напрямую эта машина. 5,3. Хорошо. Я не знаю, может там у него какая-то борьба. Да, там две машины. Борьба это хорошо. Борьба это мне на руку. Сзади товарищ подотстал. Он не идет в моем темпе. Это замечательно. Я сейчас попутаю еще, ребят, прямо вот вкатываюсь в трек, но уже так плюс-минус. Понял, вон два болида видел. Ай-яй-яй, как широко. О, я экспериментирую, но, наверное, эксперименты зря. Пит-стопа обязательного я не видел. Тут обычно появляется сообщение, что пит открыт. Окно пит-стопа открыто. Такого я не видел. 4,9. То есть я отыграю примерно по 0,4 с круга, но осталось 5 минут, 6 минут. Это, по сути, три круга мы проедем. Наверное, без шансов немножко. Ну да ладно. На грани прямо. Я сейчас попытаюсь немножко это приподнять темп. Хоть приближусь к сопернику. У них там уже более плотная борьба. Это очень замечательно. Обстановочка у парней накаляется. Следовательно, могут какие-то психологические там уже моменты. Блин, опять ворнинг возникать от прессинга. Так что, посмотрим. Мне еще интересно. Три ворнинга, окажись, у меня было, или четыре. Чем это все обернется? Опа-на! Какой-то Макларен почему-то тоже еле едет. Я на пятой позиции, ребят. По-моему, там у них что-то случилось. Ну, далее у меня уже пятая позиция, ребят. Далее 12 секунд. Да, сзади я вижу три машины по карте. Наверное, у них случился контакт. То, что я говорил. Психологическое давление, какая-то ошибка. И вот к чему это приводит. То есть, если я басрамс не сделаю, то, честно в теории, плюс эта позиция. Как бы первый раз я здесь участвую. Знаете ли, еще не акклиматизировался. Результатом я буду доволен, если все-таки получится. Три минуты, два круга. Этот и следующий. Я вот прям каждому рекомендую попробовать бесплатную версию Рейс Рома, кто любит автосимуляторы. Раньше мне не нравилось, а сейчас прям прям откровение для меня. Немножко стремаюсь я, блин, эти зеленые зоны. 25 секунд отъехал у нас ведущий пилот. В пол. Давай, родимая. Что-то какое-то время... А, снова я шестой. Пятый. Что-то я не понимаю, что происходит. Ладно. Не суть. Не буду отвлекаться. Позднее торможение. Давай я не буду отвлекаться и как-то довезу машину. Две минуты. Чисто в теории два круга остается. Учитывая, что лидеры переезжают меня немало так. Да, далеко машины. Я их вижу на карте. Вот тут терготня уже ожидаешь от машины какой-то реакции такой, когда ты резко начинаешь прожимать акселератор, открывать газ. А реакции нет. Идет себя как очень покладистый, надежный гоночный автомобиль. Небольшая такая опасность присутствует на вот таких вот выходах из поворотов на перепадах высот. Опять поздно притормозил. Вот здесь важно вот это вот начать вовремя притормаживать. Потому что торможение прям на входе в поворот. Немножко так нестандартная ситуация. Вообще Альгарве своей конфигурацией чем-то отдаленно мне Барсу напоминает. Каталунию. Но при этом, конечно, это совсем не Барсу. Вообще. Но тем не менее прикольный трек. Кстати, Барсу я тоже очень люблю. Хоть и не еду быстро на ней. Так, да, ребята. Вот впереди у нас последний круг. Я отъехал от какого-то мистера Пейджес на 8,5 секунд. Поэтому надо теперь безошибочно. О, сейчас поправильнее прошел. Довести машину. Интересно, сколько рейтинга будет начисляться? Как это вообще тут работает? Отниматься, потому что у меня тоже были небольшие инциденты. Интересно, есть, может, какой-то плагин? Стрелочки, как в ProjeCars, которые показывают, где какая машина, блин, для слепых. Потому что я хоть и играю с триблскрином, но вот сбоку я не вижу ни черта. Вот то зеркало я не вижу. Там обзора нет, именно на этом автомобиле. На Porsche есть там обзор. Кстати, это может быть тоже бонус Porsche. Но Porsche здесь, как мне кажется, в моих руках бы точно посасывал. Потому что он заднемоторный, а не среднемоторный. И вот слишком стабильный. И слишком начинает выпрямляться, когда ты открываешь газ на выходе из поворота. Я не думаю, что он прям мне бы подошел бы здесь. В отличие от McLaren. Который прям изумительно едет. Он просто, блин, золотая машина. У нас в чемпионате на таком McLaren, кстати, пилот был, Манек. Охренительно быстро. Жалко слился. С чемпионата. Не нравится ему Proje Cars. Я его понимаю. Потому что после рейс Room Experience на Proje Cars как-то в плане поведения автомобиля как-то так смотришь. Итак, финиш. Вроде бы как пятое место. Сейчас посмотрим результат. Ждем полторы минуты. Наш McLaren с ливреей. Фонотек. С рулем Фонотек в моих руках приехал. В принципе, не так-то уж и плохо для первого раза, как мне кажется. Без вката я мог квалифицироваться лучше. Следовательно, я еще потерял на старте. Потому что, знаете, не рискнул. Я сломя голову стартовать. Пришлось чуть-чуть оттормозиться. Там убрать ногу с газа. И, конечно же, да, это была потеря. Кто-то прорвался, кто-то потерял, как я. Но, тем не менее, плюс одна позиция. Да? Да. Довольно-таки неплохой результат, как я думаю. Да, ребят, вот у нас победитель. Race Winner. Тыкаем Continue. Пятое место мне засчитывают. Кстати, на первом месте был BMW, на втором Porsche. Тем не менее. То есть, Porsche, в принципе, наверное, тут тоже довольно-таки хорош. Мне вообще Porsche нравится. Особенно звук переключения передач. У него какой-то такой именно классный, такой мощный. 14 пилотов у нас всего было. Двое не финишировали, остальные вот как-то так доехали. Ну что же, не так уж и плохо, как мне кажется. Пока что, я смотрю, здесь ничего у меня не засчитано. Но, может быть, это как-то не сразу отрабатывает. Да, до сих пор показывается... А, нет, это уже группа 2 в Race Room Racing Experience. Через 20 минут следующая гонка, а потом следующая через час. Это на самом деле очень круто, я считаю, что вы видите, здесь сразу гонки доступны. Это все сегодня будет? А, один день, один день. Нет, через 20 минут будет следующая гонка. О, Лагуна Сека в группе 2. Посмотрю, ребят, может быть, проеду, 12 человек уже зарегистрированы. Ну, ага, вот машины. Я даже не знаю, что у меня есть в группе 2. Может быть, сейчас придется что-то прикупить. Ну, это такое дело. Можно, в принципе, и раскошелить, говорится, Chevrolet Corvette. Я бы Chevrolet Corvette, наверное, взял бы, хотя бы RUF. Тоже неплохо. Ну, в общем-то, ребят, вот такая получилась первая каточка. В целом, мне понравилась. Надо будет разобраться, как здесь с этим рейтингом, что происходит. Интересно, что мне начислили, либо наоборот отняли. В целом, я считаю, что довольно-таки достойно. Надеюсь, вам понравится такого формата видосики. SimRacing мне что-то в последнее время вот сильно пошел, и я думаю, что, ребята, его будет сильно больше, чем раньше. С вами был Соня, ребят, до скорой встречи и пока!